продолжим обсуждение рисования схемы у каждого компонента есть некоторый набор атрибутов которые можно видеть в окошке со свойств один атрибут является обязательным для всех компонентов это атрибут part который содержит в себе позиционное обозначение компонентов остальные атрибуты меняются от одного типа компонента к другому но у резистора например есть атрибут resistance с вполне понятным значением который обязательно должен быть заполнен остальные атрибуты пожалуй представляют малый интерес для начинающих у каждого атрибута есть название и значение соответственно у атрибута резистанс резистанс есть название которое можно сделать буквально видимом на схемы если поставить галку здесь и атрибут и значение атрибута один кило он данном случае видимость которого определяется этой галкой точно также любого другого другого атрибута можно сделать видимыми и сам имя атрибута и его значения ну например я сделаю доставим так как есть как видите имя атрибута резистанс явно великоватый не обязательно большинстве случаев поэтому есть смысл его скрыть но все по ситуации происходит каждый из атрибутов текстовых можно перемещать простым движением мышки кроме того у атрибута можно поменять и различные свойства ну например можно поменять шрифт атрибута сделать его крупнее или мельче можно поменять цвет и так далее и так далее иногда в результате преобразований схемы можно потерять атрибут и не вполне понимать к чему он относится простейший способ выяснить какой атрибут какому элементу относится сделать элемент выделенном щелкнув по нему и тогда все атрибуты относящиеся к нему тоже выделяются цветом чтобы выделить некий элемент достаточно щелкнуть по нему точно так же как поддельно по атрибуту двойной щелчок по компоненту позволяет открыть окошко с его свойствами и изменить или познакомиться с ними кроме того можно выделить сразу несколько атрибутов для этого достаточно прижать кнопку shift и тогда щелкая по разным атрибутам можно выделить 2 3 сколько угодно из них но такой группы атрибутов можно проделать групповой операции ну например удалить их все или подвинуть или скопировать кстати любая операция проделанная может быть отменена если нажать кнопку control плюс z точно так же можно выделение осуществлять протягивая мышку и формируя блок некоторый все элементы частично хотя бы попавшие в блок становятся выделенными группу элементов можно двигать и при этом провода находящиеся на границе блока тянутся как резиновые иногда это может мешать для того чтобы блок основательно переместить в сторону можно вытяжку проводов выключить для этого надо щелкнуть вот по этой кнопочки теперь теперь провода не будут вытягиваться и наоборот элементы разнообразным образом можно скопировать простейшее что можно сделать выделить нажать кнопку control и потянуть тогда все выделенные элементы получат свои копии но не буквальные имена и будут изменены так чтобы не повторяться подобным образом над группы элементов можно проделать различные иные операции групповые ну например можно выделенные компоненты скопировать сделать не одну копию сделать несколько копий расположив их в общем случае по матрице то есть размножая и вертикальная и горизонтальная или только вертикальная или только горизонтально есть возможность сделать копию элемента зеркально повернута есть возможность выделенная часть схемы повернуть на 90 градусов повернуть зеркально сверху вниз и справа налево ну и наконец просто удалить выделенные элементы попавшие в блок кроме собственно электрических компонентов на схеме можно размещать текст для этого надо выполнить команду т и после этого щелкнув по схеме в открывшемся воткни в открывшемся окошке набрать текст который может занимать и несколько строк у него можно изменить различные свойства его его можно в последующем перемещать трансформировать это просто информатная информация для человека но если этот текст начинается с точки имеет вид определенной команды например такой то он приобретает смысл директивы операции это операция например требует чтобы метка а встречающиеся почти везде заменялась на число 5 есть и третий вариант размещения текста если текст будет помещен на схеме таким образом чтобы он касался провода при этом рядом с текстом . возникает красную то этот текст получает функцию имени цепи электрической поэтому имени к цепи можно обращаться в последующем моделировании более того если один и тот же текст встречается на двух различных права права проводниках то электрические они объединяются вот в данном случае и этот проводник и этот проводник являются электрически единой цепью этим можно пользоваться для того чтобы не рисовать длинные неудобные провода упрощать схему кроме того схему можно сделать яснее по человечески если воспользоваться некоторыми графическими возможностями вот эта кнопка позволяет выбрать добавить некоторые графические объекты ну например добавим прямоугольник пользуясь этой возможности мы можем некоторую часть схемы описать с помощью этого прямоугольника ну выделить дабы определить ее функцию конечно просто прямоугольник из сплошных линий будет путаться зрительно с проводниками но если выделить компания выделить рамку дважды щелкнув и дважды щелкнуть по ней то в окошке со свойствами этой рамки можно изменить ее характеристики ну сделать ее цветной толстой пунктирной скруглить углы заполнить ее некоторым фоном можно сплошным можно клеточку естественно такой прямоугольник можно дополнить надписью и тем самым сделать схему яснее кроме прямоугольников можно точно так же разместить на схеме меняя их характеристики линию эллипс и так далее ну и даже некоторые элементы подобные буквам например скобку можно на этом мы закончим второй урок по рисованию схемы мы все это не приятного в